2 декабря завершился открытый кубок города Углича по волейболу. В турнире принимали участие 8 мужских и 3 женские команды. Статус открытого кубка подтвердили своим участием волейболисты из Мышкина. Игры проходили по системе плей-офф, поэтому права на ошибку у команд не было. Начались соревнования двумя матчами, в которых команда Ветерок-1 одержала победу над Заозерием со счетом 3-0, а Отрадный со счетом 3-1 обыграл СКТБ. 18 ноября волейболисты команды Реал обыграли гостей из Мышкина со счетом 3-1. С таким же счетом в упорной борьбе команда Ветерок-2 одержала победу над УИПК. 20 ноября в полуфинале Ветерок-2 одержал верх над своим давним соперником командой Ветерок-1. Во втором полуфинале Реал победила Отрадный, оба матча закончились со счетом 3-0. А 25 ноября состоялся финал мужской части соревнований. Встречались команды Реал и Ветерок-2. Несмотря на окончательный счет 3-0, в каждой из партий зрители могли наблюдать напряженную борьбу. Но в заключительные моменты волейболистам Реала не хватало концентрации. Сами не собрались как-то. Еще один человек заболел. Сегодня, вчера с игры приехали. Соревнования тоже. Все, по 20. Ну и усталость может. Преимущество нашей команды было в том, что мы очень хорошо ставили блок. Ну и вначале как бы собранные играли. Ну, наверное, я бы сказал, опыт больше. Может, психологически мы их пересилили, скажем так. Эти же две команды разыграли финал первенства города весной этого года. Тогда верх над соперниками взяли волейболисты Реала. Можно подвести некоторые итоги. Я считаю, что объективно и заслуженно победу одержала команда Ветерок-2. На данный момент они сейчас являются одной из сильнейших команд. Ну, а по уровню команд я считаю, что три команды в этом кубке показали практически равную игру. Ну, а остальные команды, в зависимости от объективных, субъективных факторов, у многих команд идет большая проблема с составом, ротация состава. Они еще немножко не дотягиваются до этого уровня. Но надеюсь, что к первенству, к апрелю месяца все это у них получится. В женской части турнира первенствовала команда выпускницы, победившая своих соперницей с командой США и УИПК с одинаковым счетом 3-1. Субтитры создавал DimaTorzok